если у вас достаточно денег для того чтобы купить квартиру в киеве в хорошем районе хорошем жилом комплексе недалеко от метро то покупайте однозначно во-первых это престижно если конечно это для вас важно нужно понимать что далеко не все районы киева удобны красивые и экологичны а во-вторых за те же деньги вы сможете купить больше квадратных метров если решите что жить именно в киеве для вас не принципиально в среднем один квадратный метр в новостройках киева стоит 1200 долларов а в ближайших пригородах таких как ирпень буча вышгород 800 долларов но часто решающим фактором при выборе квартиры может быть совсем не цена а конкретное место конкретный вид из окна лес или река рядом спортивная площадка например тишина в районе или наоборот центральные улицы метро в пешей доступности и так далее поэтому универсального ответа где лучше купить квартиру нет значит мужик продает свою квартиру в арпене показывать и потенциальному покупателю квартира классная современная а покупатель ходит смотрит ему все нравится заходил зайти санузел посмотреть как-то на туалете подходиті вида на нее открывается он говорит а как открыть дверь в туалет отд Oregon говорит очень просто включайте свет и дверь автоматически открывается крутоano и да все включил 1 дверь открылась он зашел за ним за хлопнулась бах это автоматика смотрит плитка красивая унитаз консольный все современное понравилось короче выходить а здесь закрыта он кричит хозяину а как выйти из туалета вы нажмите на кнопку спуска в унитазе вода сольется и дверь откроется классно придумано хорошо выходит такой довольный говорит слушайте я не понимаю а почему вы ее продаете эту квартиру ну знаете это же рп не здесь то воду отключат то света нет в этом видео я хочу показать то что больше всего отличает жизнь в пригородах от жизни в киеве это ежедневная дорога на работу в киев а как известно 80 процентов всех жителей пригорода работают именно в киеве и на это всегда уходит больше времени чем у киевлян за исключением жителей троещины конечно поэтому я еду сегодня в самую серую погоду которая только бывает в наших местах и походу буду что-то рассказывать и что-то показывать правда еду я не в киев а в вышгород чтобы показать разные места вообще если подходить к этому вопросу с экономической точки зрения то жилье в пригороде она более доступна чем в киеве и для многих не встает вопрос вообще о том где покупать возникает только вопрос о том в каком пригороде купить себе квартиру сейчас я проезжаю 11 линию вообще выезжаю из района который условно так местные называют сму или линии сму это было строительно-монтажное управление когда-то его сейчас уже нету а линии это потому что здесь улицы есть продольные есть поперечные и вот поперечные они называются линиями всего 11 линий сейчас мы проезжаем как раз одиннадцатую остановка госпиталь военный и что здесь новое у нас вот по левую сторону построили а т.б. что очень удобно для меня например а т.б. это самый дешевый супермаркет и когда я возвращаюсь с работы я еду и заезжаю сюда в этот т.б. затариваясь продуктами и удобно парковаться здесь за а т.б. сразу за деревьями там озеро озеро который называется всем снаряд и оно как бы находится на течение реки буча и вот здесь вот сейчас я мы переезжаем мостик как раз через реку буча ведь экран стоит слева и строят какой-то новый объект я даже не знаю что прямо в низине там на пойме реки бучанки вот здесь же второй этаж такая монолитно-бетонная конструкция будет какой-то большой дом наверно жилой комплекс ну в общем используют все клочки земли которые только можно когда живешь в пригороде то самое неприятное это то что каждый день нужно ездить на работу в киев вообще в жизни самое неприятное то что нужно все время ездить на работу но в пригороде это еще и занимает дополнительное время например на машине я в среднем добираюсь до работы за час в одну сторону а если бы я ехал на общественном транспорте то это было бы полтора часа а то и два в общем выезжаем мы сейчас на варшавскую трассу друзья но я сначала сверну сюда вот на заправку у меня мало бензина заправка опко и нужно под заправиться сейчас вам скажу почем здесь бензин залью литров 20 наверно с левой стороны у меня бак поэтому мне нужно пропитывать вот так вот и залить какой-нибудь 95 плюс 34 гривны стоит 1 литр этого бензина 34 гривны это получается где-то 1 евро 10 центов или 1 доллар 30 центов вот так и я заправил 20 литров и мне 20 литров хватает на неделю ездить в киев и зерпеня и обратно или выжгород и зерпеня и обратно это приблизительно одни и те же расстояния на целую неделю и значит у меня на неделю хоть получается около 700 гривен и это равно где-то приблизительно 25 долларов или 22 евро я трачу на дорогу в месяц получается 100 долларов на бензин и в день это выходит около 100 гривен если ездить одному то конечно это дороговато а если ездить вдвоем то это практически так же как на общественном транспорте сейчас я еду уже достаточно поздно сейчас 11 часов утра и поэтому вот здесь гастомили нету пробки а она здесь есть практически всегда кроме вот возможно в это время и то не знаю мне повезло а а Субтитры делал DimaTorzok Я обычно поворачивал налево и ехал по Минскому шоссе на Вышгород А теперь можно ехать прямо И там будет новый участок большой окружной дороги, который выведет меня на улицу Богатырскую И это будет быстрее, прямее И таким путем теперь можно ездить на Аболонь, минуя площадь Шевченко Это хоть и прошлогодние видео тех мест, в которых я сейчас еду А я еду по улице Богатырской в Аболоньском районе города Киева Этим самым я хочу вам проиллюстрировать, что в Киеве жить можно очень по-разному Сейчас вы видите ЖК Итальянский квартал Согласитесь, это намного лучше, чем жить в каких-то серых многоэтажках Но ближе к метро Вот стояла сейчас вывеска, Вышгород, и мы вот как раз ехали в Вышгород и едем по улице набережной За железной дорогой, вот здесь есть ветка железнодорожная и сразу начинается вода Это Днепр Вышгород, он совсем небольшой город, он меньше, чем Ирпень, намного меньше Вот мы сейчас в него въехали, это дома слева и первые улицы, которые с многоэтажными домами Там, ну, пару километров вглубь туда, влево И еще несколько километров вперед и все Это улица набережная, она транзитная По ней едут дальше на Вышгородскую ГЭС Через Плотину переезжают туда, едут на Хотяновку И дальнейшие села там по левому берегу Днепра уже Можно ехать куда-то На Десну, кстати, тоже можно приехать Вот переехал Плотину в Вышгороде Но мы переезжать Плотину не будем Мы сейчас, кстати, на этом светоборе повернем влево И приедем прямо в центр Вышгорода На центральную улицу Ну, как обычно, у нас центральные улицы в Украине все называются Шевченками Ну, то есть, в имени Шевченко Здесь, в данном случае, бульвар имени Тараса Шевченко Не футболиста, если вы не поняли Потому что в Украине два великих Шевченко Футболиста, кстати, уже стали подзабывать, наверное Мне кажется, такие города, как Ирпень, Пуча, Вышгород, Вишневая Смело можно причислять к отдельным районам Киева Жизнь в этих городах мало чем отличается от Киевской Единственное, это немного более долгий путь Вам придется преодолевать каждый день в поездках на работу Вот он, бульвар Шевченко Мы по нем едем И это самая центральная улица Здесь все магазины расположены Основные Даже не буду перечислять, потому что это супермаркет Ну, все, что полагается Там хистные клубы, какие-то офисы розетки Эльдорадо В общем, куча аптек И здесь же строятся новые дома Церквушка В общем, мы когда-то снимали видео про Вышгород И там более подробно А это самый центральный перекресток Здесь Новус Здесь центральная площадь И мэрия Вот, друзья, я повернул к мэрии Впереди видно с левой стороны площадь И площадь завершается зданием мэрии Пятиэтажным В стиле такого советского конструктивизма Так, купил себе чашечку кофе В кафе, который называется Шишка Работает на вынос из-за карантина Хотя сейчас уже желтая зона У нас и в Киеве, и везде То есть уже стало меньше заболевающих Меньше умирающих И больше пивящих кофе Вот она, центральная площадь И что я заметил в Вышгороде Что здесь очень любят подкармливать голубей Детям по приколу среди голубей бегать Смотрите, какие жирные Их тут хорошо кормят Я однажды шел с каким-то бутербродом Или с ватрушкой из Новуса И они на меня как обрушились Внезапно, целый стай Думали, я пришел их кормить А я просто ел свою ватрушку Такая вот европейская зима у нас сейчас в Украине Бесснежная Сырая, промозглая Я, честно говоря, пять минут на улице уже замерз Поэтому я с собой ладу не беру На съемки в такую погоду Но в конце этого видео Лада все-таки присоединится ко мне И мы вам покажем, как в Урбине встречали 2022 год Лес Огромный лес И вот, кстати, весь Вышгород на ладони Он не такой-то и большой здесь Туда, если смотреть, это Аболонь Вот эти дома высотные на горизонте Это Аболонь Вот Постепенно переходим к Днепру Наш могучий Днепр здесь протекает И там сразу видно, начинается Троещина В небольшой дымке, но видно сейчас силуэт В той стороне Киевское водохранилище Вон сияют купола церкви на Княжей горе Вышгород же древний город И здесь жила княгиня Ольга Вот именно в тех местах на горе Это самая высокая точка в Вышгороде Церковь, которая там стоит, называется Бориса Глебская Ну и отвечая на вопрос Стоит ли покупать квартиру в пригороде Киева Квартиру или дом, какое жилье вы там себе подберете Конечно стоит На примере Вышгорода Вы сами видите, что здесь все вполне цивилизовано И не стоит опасаться того, что это пригород И находится вон там в 10 километрах от Киева Это пустяк Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня мы встречаем Новый год в Ирпене на центральной площади Субтитры сделал DimaTorzok 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 Друзья, друзья Друзья, друзья Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok